И говорит, ботинки всегда должны быть чистые, чтобы вечером чистить, чтобы утром одевать на свежую комнату. А в 71-м году я когда лейтенантом пришел, была инспекция Министерства оборудования. И маршал Москаленко, три дивизии построены, третья, 33-я еще тогда не ушла, а 7-я и 11-я, четыре дивизии стоят вот так, маршал вышел, такой крутой, стоит перекладина, он говорит, сейчас я сделаю одно упражнение, если кто-нибудь из строя его повторит, эта дивизия освобождается от инспекция Министерства оборудования. Один из 33-й дивизии, ну не так, ну все же таки сделано. Он говорит, зачет, налево, всем остальным. Я его научу, как чистить сапоги. Он сам сапоги. У него подносят ему... Это богомолок? Богомолок, конечно? Нет, москальянка. Маскальянка. И открывает чемоданчик, который у нас тревожным. Значит, у каждого офицера должно быть 12 щеток. И вот 12 щеток у него лежит, и куча этих баночек. Начнем с самого простого. Удаление грязи. И вот это два часа он трем дивизиям рассказывал, как почистить правильные сапоги. Но потом, правда, фактически вычистил один сапог, сказал, вот сапог должен быть вот такой. А сам командующий флотом Балтийского, а не Северного. Тоже построил бригаду 36-й, и говорил так. Советского офицера носки должны быть или черные, или синие. А этот академик Крылов, известный математик, кораблестроитель, он говорил, «Кавалерия не должна флотом командовать». А помните, как Горшков мы вот здесь встречали, да, когда дождь был? Вернее, дождь, грязь, лужа, его полностью вот так обрызгали. Он стоит, не шелохнувшись, так, не шелохнувшись, принимал парад тогда. Володя, а ты расскажи нам, пожалуйста, вот это наше кадетское, кадетский корпус. Сейчас говорят, что это филиал Нахимовского училища. Нет, у меня казачий кадетский корпус. У тебя? А здесь? Да, это филиал. Значит, филиалы есть во Владивостоке, в Севастополе и в Мурманске. И в Мурманске, да, филиалы. Жалко, что я не поспорил, да? Да, это филиал Нахимовского училища. Я бы проспорил, я бы хотел, что я бы сейчас. Я бы, что, я бы и пытался. Это точно. Будет три филиала. Мурманск, Севастополь, Владивосток. Это действительно так. А где Ханёвский? Ханёвский где? Он же обещал нас повезти в этот самый кадетский корпус. А, точно, да. Ты понял этот разговор? А куда он делся? Да. Где он ест? Вот, ты понял, что после этого мы поедем в Казице. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. На филиал Нице, вот это должно быть. Завтра тридцать пятая батарея. Завтра тридцать пятая батарея. А сегодня должны быть поедем в Казице и корпус. Нет, 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 нет. Давайте ханёвку. Не, я знаю. Всему свое время местная форма одежда. Почему? Правильно делайте, что вы не отладываете. Говорите. Так, ну где мы, куда мы должны идти дальше? Ну, рассказывай, Олег, дальше, что ты там. Это вы сами, муспальный корпус, вы пойти, а? Рассказывай. Попытался и делал. Пойдемте. И я его сейчас, типа, я его разоблачу. Потом его повезли во Владивосток, когда на военно-врачебную комиссию. Ну, психолог, или, короче. Он подходит, там полковник сидел, он говорит, полковник, я беру вас в свою руку, говорит, мы будем, говорит, американской... Да, он валял врага, да, да. Ребята, как учеба? Отлично. Отлично? Да, по-каку, нравится, да? Да, да, да. А вы откуда? Я из Санголы. Санголы, да? Да, да. И назад потом, после окончания назад, тебя возвращаетесь, да? Да, да. Хорошо, спасибо. Это у вас классно, смотришь? Да, это у нас занятия начинается. Да, у нас занятия. Да, сейчас я сразу понял, хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. До встречи выпускников Черноморского высшего военно-морского училища. Три, четыре. Ура! 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 Всем спокойного. Как подводник. А банкентный зал? Да, ладно. Ищи там. А куда отрезу я все? Так отрезу, да? Да. Надо зафиксировать. Половина. Спасибо. Спасибо.